Привет, друзья! Многие осуждают гиревиков за отсутствие у них взрывной силы. Но вот уроки физики в школе говорят о том, что чем быстрее мы хотим поднять вес, тем большую силу нам нужно приложить. Конечно, не всегда гиревики используют скоростные тренировки. Обычно спортсмены стараются разложить свои силы по дистанции. Но часто дистанция слишком короткая, и тогда скорость выступает как основной критерий победы на соперниках. На экране одна из моих тренировок по подготовке к соревнованиям на гирях 24 кг. Для меня с таким весом снаряда возможность поднимать его быстрее как раз будет определять результат на табло. Тренировка построена по стандартному принципу. Сначала специальная нагрузка, затем силовое ОФП. Для рывка я взял гири около соревновательного веса, по принципу от малого веса к большому, и провел тренировку переменно-интервальным методом. Минуту работаю, каждой рукой, и две минуты отдыхаю. Важным условием для меня была четкая остановка гири в верхнем положении, чтобы выработать правильный ритм движения. По технике я использую самый короткий сброс гири в сочетании с маятником. Не самый быстрый тип рывка, но зато самый оптимальный для меня в тот период. Классическое завершение специальной работы на рывковом тренировке – это подрыв гири. Выбор остановился на гире 36 кг. Всего два сета по 15 подъемов каждой рукой дали свой положительный результат в сторону скорости и повышения силовых показателей. Подрыв выполняю в обычном высоком варианте – до уровня головы. Далее меня ждало крутое силовое ОФП. Зал Клоков база ТИМ в Москве имеет, конечно, уникальное оборудование, с которым вам не придется скучать. Бревно для переброса – это очень интересный тип снаряда, который ждал меня в этот день. Бревно для переброса Бревно для переброса – очень интересный снаряд. Почему? Потому что бревно регулирует ваше время между повторениями. Вам нужно обойти снаряд, чтобы выполнить следующее. Рывок в штанге одной рукой – пожалуй, одно из лучших силовых упражнений для гиревика. Упражнение прорабатывает мышцы ног, спины. Выполняется упражнение свободным темпом, в зависимости, конечно, от веса снаряда. Мой персональный рекорд – 65 кг в этом упражнении, а значит 50 кг – это примерно 70% от моего максимума. Именно с этим весом я решил выполнять упражнение на этой тренировке, для того, чтобы проработать силу. Меньший процент не даст мне возможности проработать силу, а больший процент, естественно, немножечко переглушит меня. И я бы уже точно не смог выполнять этот сет без отдыха между упражнениями. Для выполнения переброса бревна необходимо резким движением выдернуть штангу и сразу же подхватить ее снизу. Если вы не успеваете это сделать, выполнить упражнение будет очень-очень сложно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Выполнить 5 сетов без отдыха мне так и не удалось. После 3 сетов силы были практически на исходе. Пульс поднялся очень высоко, и я решил сделать небольшую паузу. Она была очень непродолжительной. Именно временем между подходами наиболее правильно регулировать вашу интенсивность тренировки. Мне очень нравится бревно для переворота. Это несколько больше, чем становая тяга или просто тяга. Работая с бревном, нужно не просто его поднять, а выполнить так называемый подрыв. Причем подрыв не вверх, а несколько вперед, что чуть-чуть облегчает задачу. Упражнение больше походит на заброс штанги на грудь. Итак, друзья, такой крутой комплекс меня значительно убил. Я могу сказать, что устал я очень хорошо, выполнив 5 таких хороших серий. Здорово пропотел. И задачи эта тренировка, конечно же, достигнула. То есть я умотался, силы набрался очень хорошо. И эта тренировка очень здорово сочеталась с моим планом, общим планом подготовки. Спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И, конечно же, пишите ваши комментарии. Пишите, что вам интересно. Я постараюсь вам ответить и рассказать немного больше о том, как правильно тренироваться и как использовать другие приспособления для тренировки. Успехов всем! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok К сожалению, на самом вкусном села батарейка. Но доделал два сета. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok